Всем привет! В этом видео я буду делать чудесную полупрозрачную бумагу для скрабокинга и приглашаю вас присоединиться к моему творческому процессу. В видео я расскажу, как я использую такую бумагу в своих работах. Меня зовут Регина, поехали! Итак, мастера, добро пожаловать за мой стол. Я подготовила бумагу, с которой мы будем работать. Это окрашенная акриловой краской бумага тишью. Я покрасила ее заранее и также просто обычная бумага тишью, не покрашенная белая, которую я нарезала на небольшие фрагменты. Сегодня я хочу поработать с акриловыми красками и приготовила несколько красок разных цветов и также буду работать со спреями. Это спреи акриловые. Кроме того, нам понадобятся штампы и здесь я не буду себя ограничивать. Я приготовила много разных наборчиков. Я не буду использовать все, но просто чтобы у меня был выбор. И также буду использовать разные небольшие штампы персонажи, растительные штампы. Тоже здесь есть разные фоновые штампы. В общем, ограничивать в штампах себя не буду. И несколько еще самодельных штампов из фоамирана тоже приготовила. Возможно, воспользуемся ими тоже. Итак, давайте начинать. Все буду рассказывать в процессе работы, как обычно, потому что хочу сделать сегодня по максимуму. У бумаги тищью обычно на две стороны. Одна более глянцевая такая гладкая и вторая шершавая и матовая. Я использую именно матовую сторону бумаги тищью и начну с работы с акриловой краской. Как обычно, первые минуты на видео они всегда очень для меня такие волнительные и сумбурные. Но я надеюсь, что сейчас мы с войдем в этот творческий кураж и отлично проведем с вами время. У меня еще сегодня такой есть элемент дискомфорта, потому что я снимаю через другую программу. Я возьму немного акриловой краски и сейчас буду на ней на бумаге просто оставлять вот такие вот рисовать круги, в общем, как попало. И я хочу, чтобы они были фактурные эти круги, чтобы они были не однородные по цвету. Возможно, это лучше делать даже сухой такой полусухой кистью. И это будет заготовка для последующей доработки. В этот раз сегодня я хочу попробовать поработать именно с белой акриловой краской. Мне пришла такая идея, такая мысль, что это может быть достаточно интересно. Обычно я рисовала черной акриловой краской на тишую, но как бы понятно, да, такой контраст и это хорошо видно. Но именно сегодня я хочу попробовать сделать вот эти вот пометки рисунки белой акриловой краской, потому что мне кажется, что это может быть интересно в работах, потому что белая краска она будет такой полупрозрачной и это может добавить еще больше интереса моим работам. Я чуть позже покажу, как я использую бумагу тишью, потому что я ее очень люблю, часто использую, и мне кажется, это очень удобный такой материал, я не понимаю почему. Мне кажется, что эту бумагу недооценивают. Я так волнуюсь, мне надо немножечко успокоиться. Я очень давно ничего не снимала, я не снимала уже более трех недель ничего и даже знаете как-то отвыкла что ли. У меня в принципе есть такой эффект красной кнопки, когда идет запись, у меня сразу мысли начинают путаться, а тут я еще и отвыкла от съемок. И это такой очень-очень простой процесс, не надо много краски, не надо много времени на то, чтобы сделать такие заготовки, но в итоге получится здорово. Так все, отправляю просыхать, вот что получается. И отправим теперь краску просохнуть. Беру следующий лист и на этом листе я хочу взять, во-первых, кисточку поменьше и хочу написать какие-нибудь буквы, слова. Когда мне надо написать какие-то тексты или буквы на английском, я ничего не выдумываю из головы. Я беру какую-нибудь книгу и просто пишу какую-то часть и сейчас я займусь тем же самым. Мне кажется, что будет интересно текст именно белым цветом. И мне все равно, что там будет написано, то есть какой там будет смысл, потому что по факту я не буду использовать эти листы целиком. Я буду только фрагменты какие-то отрывать. И это будет просто бессвязный текст, бессвязные буквы, их не будет целиком видно, поэтому разницы в принципе нет. И сейчас мы делаем просто базу для последующих, для последующего штампинга, для того чтобы потом можно будет раскрасить эти листы. Сейчас я за кадром сделаю этот лист, полностью напишу буквы и вернусь к вам, чтобы сэкономить немного времени. Итак, вот что получилось и продолжаем продолжать. Краска на тещу бумаги сохнет достаточно быстро, поэтому пока я занимаюсь следующими листами, первые мои уже просохнут. Так, теперь я буду использовать вот этот штамп самодельный. Ой, у меня на нем чернила были или что, но ничего страшного. Если где-то цвета смешаются, так будет даже интереснее. Мне кажется, что именно белая краска позволит мне добавить еще дополнительных слоев. И усложнять в процессе своей работы, свои фоны. Кстати, как сделать штампы, у меня есть такой мастер-класс на канале, если вы вдруг его не видели, то ссылку я оставлю для вас под этим видео. Заходите и смотрите, сможете сделать штампы под любой свой проект из простых материалов, которые есть под рукой. Так вот, возвращаясь к моим новостям, я две недели не скратила практически, ничего не снимала и просто отвыкла это делать. И сейчас у меня в процессе работы мастер-класс, но я столкнулась с такими техническими трудностями, никак не могу его снять, никак не могу его записать, потому что у меня там какое-то несоответствие. Лампы, камеры, в общем, сложности есть определенные. О, как интересно получилось. И вот сейчас мне приходится такую пробную программу, другую я скачала. Я записываю пробное видео, чтобы посмотреть, как вообще это будет. Но я думаю, что благодаря этой программе решу свои сложности. Ой, смотрите, как интересно получается. Там была раньше краска черная, и эта белая краска вытянула. Вытянула эти остаточные слои засохшей краски, как интересно получилось. Получилось прям фактурненько. Фокус, вот. И отправляем просохнуть. Так, ну и давайте несколько сделаем с черной краской. И я опять буду работать с сухой кистью, просто делать небольшие какие-то каракули. Пока на краске еще, ой, на кисти пока хоть чуть-чуть краски остается, я продолжаю делать вот такие вот пометочки. Сегодня у меня настроение круги. Так, что можно было бы даже еще какой-нибудь цвет добавить, но ладно. Не хотелось бы сильно рассиживаться, я думаю, час-полтора поработаем сегодня и потом я пойду в СДЭК. Мне СДЭК наконец-то привезли штампы, они ехали до меня просто целую вечность. В последнее время, пока я не начинаю звонить в СДЭК, у меня приема на складе в Астане нет. Ко мне штампы летят из Москвы в Астану, а потом из Астаны они уже едут в Караганду. И вот пока я не начинаю звонить, у меня склад в Астане не отправляет мне штампы. Это прям очень сильно бесит, потому что, не знаю, каждый раз приходится разыскивать собаками свои посылки СДЭК. Это где-то, ну знаете, наверное, в этом году тогда началось. Обычно они нормально все быстро присылали. Так, ну и все, здесь сухой кистью работала и, в принципе, практически уже высохший лист. Так, ну и раз уж краска осталась, это будет расточительством, если я ее не использую. Давайте еще такие круги сделаем. Мне нравится сухой кистью именно работать, потому что получаются такие неряшливые фактурные фигуры. И мне важно, чтобы они были именно в черном цвете такие вот неряшливые, потому что это позволяет мне потом доработать их с помощью штампинга и еще больше их усложнить. Я делаю их на небольшом расстоянии, потому что я не буду использовать эти листы целиком. Я буду эти круги потом надрывать и использовать в своих работах. Сейчас на моем канале не будет долго выходить видео, потому что я буду занята очень таким глобальным, масштабным, грандиозным проектом. И у меня просто не будет времени снимать видео мастер-классы. Я буду занята несколько другими съемками. Итак, что мы еще можем сделать с такими листами, мы можем их покрасить спреймием. Например, сейчас я возьму несколько. И очень удобно в этом плане работать именно с такой вот белой бумагой, потому что мы можем всегда под свой проект ее покрасить. Единственное, что, конечно, тищу бумага, она очень хрупкая, тоненькая, поэтому очень сильно поливать ее водой не стоит. Вот, но вот такие небольшие капли она вполне способна выдержать. Давайте еще розовый добавим сюда немножко. Будет классно. В принципе, когда эта бумага посохнет, мы можем добавить еще какой-нибудь слой, еще краски или штамп. Посмотрим сейчас. Оставим ее просыхать. И ей, конечно, здесь надо будет больше времени, потому что спреи на водной основе и сохнут чуть дольше, чем просто акриловая краска. И, конечно, минус в том, что она немножечко станет не такая яркая, потому что спреи вот эти, они достаточно сильно выцветают при высыхании. Ну, я думаю, достаточно, но с другой стороны, при создании такой бумаги нам не нужно делать ее очень активного цвета, потому что смысл в том, что при использовании такой бумаги она становится прозрачная и мы видим предыдущий слой. Пожалуй, самой лучшей демонстрацией того, как я использую эту бумагу, является эта страничка, потому что здесь много использовано тищу бумаги, например, вот этот фрагмент, вот этот фрагмент, вот этот фрагмент с цветком и текстом. Это тоже тищу. Вот он. Вот эти цифры тоже тищу. Потом вот этот фрагмент, это тоже тищу, окрашенная, такая фактурная. Вот эти кругляшки, это тоже тищу. То есть я активно использую такую бумагу в создании фонов для того, чтобы усложнить их, добавить немножко им фактуры, цвета. Это удобно, когда не нужно доставать штампы. Я делаю заранее какие-то отштамповки и могу их просто наклеить в свои слои. И мне не нужно доставать штампы, штамповать. Очень удобно, если делать какие-то работы вне дома, с собой брать куда-то на природу, на отдых. Вот это, кстати, тоже оранжевые кругляшки, это тоже бумага тищу. Очень удобно, если краски не хочется доставать, возиться с красками или если вот нет цветных чернил, например, да, потому что вот это штампами я делала. Куда у меня фокус уехал? Давно интересно. Вот если нет цветных чернил, тоже можно заменить штампинг на такой тищу бумаги акрилом. Вот еще пример из моего артбука. Например, вот это вот тоже тищу бумага. Вот эти кругляки, тищу бумага. Вот это оранжевый фрагмент, тоже тищу бумага. Что ж такое с фокусом в этой программе? Так, дальше вот эти вот фрагменты, это тоже штампинг на тищу. И вот этот вот кусочек бирюзовой бумаги, это тоже тищу бумага, покрашенная. И вот эти белые, это негатив от штампинга. Так. Вот. Поэтому я очень люблю, очень активно пользуюсь и всегда имею в своем арсенале какие-то вот заготовочки из такой бумаги. Так, у меня немножко осталось краски и я не собираюсь, чтобы она просто так пропадала. Так. И сейчас я буду использовать просто белый лист бумаги. Слушайте, что с фокусом в этой программе? Что-то не то с фокусом. Я подложу лист бумаги, потому что мои чернила жирные и они будут пропечатываться. Бумага еще очень тоненькая. И мы начнем с вами штамповать. Так. Вообще, такую бумагу я увидела у Тима Хольца. Он называет эту бумагу Тим Хольц коллаж пейпер. Но по факту это тищу бумага с каким-то принтом. И я подумала, что чем мы можем заменить это. И подумала, что вполне можно использовать тищу бумагу. И действительно, несмотря на то, что она такая вот хрупкая, деликатная, она отлично для этих целей подходит. Сейчас я особенно не думаю, что я и как штампую. Моя задача при создании такой бумаги сделать так, чтобы каждый сантиметр этой бумаги был насыщенным, был интересным. Потому что эта бумага, я повторяю, будет на маленькие фрагменты использоваться, отрываться. И каждый сантиметр такой бумажки должен быть интересным и самодостаточным. То есть у нас сейчас нет задачи создать целиком какую-то самодостаточную композицию. Нет. То есть целиком, если смотреть, она даже должна выглядеть как бы, ну такая вот, перебор. Вот. Если вам кажется, что перебор, значит, вы все делаете правильно. Так, какие-нибудь цифры надо взять мне. Или вот это. Хорошо. Единственное условие, какое нужно учитывать при создании такой бумаги, это нельзя использовать неводостойкие чернила. То есть чернила обязательно должны быть водостойкими. Потому что при приклеивании, если у вас чернила не водостойкие, то они растекутся и превратятся в грязь. Я чуть позже расскажу, как я ее приклеиваю. Я уже в одном из видео говорила, рассказывала, показывала, но возможно вы его не видели. И я повторюсь еще раз. Вот пока у меня оттиски ставятся, я их ставлю. Потому что вот эти все теневые оттиски, они тоже будут потом вносить свой вклад. Так, чтобы еще использовать. Давайте я эту сюда поставлю. Так вот, я начала и мне рассказала. У меня сейчас не будет времени снимать мастер-классы, потому что я буду... И вообще, в принципе, какие-то объемные видео, которые будут требовать большого количества монтажа, большого количества моего времени. Потому что я собираюсь начать снимать свой курс. Эта идея у меня возникла уже, ну, наверное, полгода я ее вынашиваю. И очень мне хочется, наконец, это сделать. Потому что я уже не раз говорила, что для меня мои мастер-классы и все видео, которые я снимаю, для меня это тоже творчество. И мне уже давно хочется создать что-то такое очень масштабное, что-то грандиозное. Так, какую-нибудь хочется цифру, может быть. Вот, и хочется что-то, какое-то законченное изделие сделать. В формате Ютуб-канала это невозможно, поскольку видео будет очень объемным. Это очень много труда. И я, например, сомневаюсь, что кто-то может всерьез выдержать какое-то видео, там, не знаю, 3-4-часовое. Тем более, учитывая, какие мастер-классы, какой формат моих мастер-классов, то есть я всегда их делаю очень динамичными, очень такими насыщенными по действию, по информации, которую я рассказываю в своих видео. Поэтому в формате Ютуб-канала, видео на Ютуб это сделать невозможно. Так, я в кадре вообще, вот. Поэтому я хочу снять, что такое объемное. Более того, это будет не мастер-класс, это будет курс. То есть я планирую показать там очень много разных интересных техник, очень интересных приемов, не сбитых, не банальных. Это будет очень, планируется, по крайней мере, такой курс о творчестве. Очень много будет там творчества, очень много будет свободы. И сами приемы, которые я хочу показывать на примере конкретного изделия. Они такие не банальные, креативные и очень интересные. В общем, такие весьма амбициозные у меня цели и планы. Но работа предстоит мне очень большая, такая грандиозная работа. Я бы даже сказала, потому что... Так, куда бы ее еще вставить, эту цифру? Потому что я собираюсь делать то, что, в принципе, никто никогда не делал. Ну и, пожалуй, это пока все, что я могу рассказать. Это будет очень интересный, необычный формат, но по моей задумке. И от меня это требует очень больших усилий и энергии, и времени, конечно, тоже. Вот сейчас посмотрите, я каждый-каждый кусочек заштамповываю, чтобы штампы у меня где-то наслаивались друг на друга. И это очень важно, потому что каждый фрагмент должен быть самодостаточным. Так, здесь переборщить невозможно. Сначала я не хотела ничего рассказывать про этот курс. Думала, буду так втихаря снимать, а потом расскажу, когда все будет закончено. Но потом я поняла, что для меня это очень важно. Для меня это такое большое событие, потому что... Не знаю, для меня это очень большое такое творческое событие, как вот я рассказывала про ярмарку, про участие в ярмарке. Мне очень хотелось поделиться с вами. Так и с курсом я решила, что тоже расскажу. Так. И буду рассказывать, пожалуй, о процессе. Так, начинаю задумываться над композицией и понимаю, что зря это делаю, потому что здесь надо ляпать вообще не думая. Вообще особенно не задумываться над тем, что вы делаете. Так, хочу еще вот этого шмеля шикарного куда-нибудь пристроить. И пойдем на следующую страницу. Ой, какой он классно, смотрите. Чудо, просто чудо. Ну, у меня еще чернила остались на штампе, и я бы хотела куда-нибудь еще его пристроить. Ну, вот как-то так. И так, вот что получилось. Ну, вообще, честно говоря, я бы еще пару отисков поставила. Здесь вот для любителей много штамповать. Я любитель, когда у меня много-много отисков. Здесь прям можно оторваться на полную. Такой вот у меня есть. Вот, думаю, теперь, хотя нет, сюда еще хочу. Остановиться очень сложно, потому что это такое очень увлекательное занятие. Так, неплохо. Так, ну, думаю, достаточно здесь. Вот такая красота получилась. И вот, посмотрите, каждый кусочек, какой бы вы ни оторвали, там, малюсенький, он уже будет очень-очень интересный. Да, вот такой кусочек. Не знаю, вот такой кусочек. Дальше. Давайте сделаем еще одну. Так. Шикарный штамп. Мне он так нравится. Это рукописный текст, но он, знаете, с какими-то зачеркиваниями, подчеркиваниями. И прям такие каракули очень похожи на настоящее. И здесь не надо беспокоиться, если где-то что-то не пропечаталось, или если где-то что-то криво. Вообще, это не важно. Даже вот я тут запачкала пальцами своими. Это тоже не имеет никакого значения. В крайнем случае, всегда какой-то не очень удачный фрагмент. Можно просто не использовать. Начинаю я с фоновых штампов, просто чтобы заполнить пространство. Так вот, более-менее, от чего-то отталкиваться. Для вдохновения вы можете посмотреть вот эту бумагу Тим Хольц. Калаш Пейпер. И, в принципе, увидите нечто очень похожее на это. Так, я думаю, достаточно. Теперь начнем. Здесь давайте какие-нибудь растительность. Какую-нибудь растительность делаем. По этой причине, из-за того, что я буду загружена, мастер-классы в формате 30 минут на канале какое-то время выходить не будут. Но будут выходить вот такие вот видео «Твори со мной». Где я буду что-то делать вместе с вами. Какие-то свои текущие дела. Скраповые, так скажем. Потому что вот у меня сейчас закончилась эта бумага. Я почему сейчас с вами этим занимаюсь. Потому что у меня эта бумага закончилась. И мне нужно сделать себе такой определенный запас. Я подумала, почему бы нам не сделать это вместе. И думаю, что это замечательная такая идея, когда мы можем поболтать. Если бы я еще не так сильно волновалась вначале. Мне кажется, начало этого видео просто какой-то трэш. Так красиво просвечивают отиски. А представьте, что там под низом будет еще какой-то фон. Это будет очень красиво. Сейчас чувствую такое небольшое истощение, что ли. Я только что закончила один проект, альбом. Я там снимала немножко для влога. Но на целый влог там маловато. Маловато будет. Так, у меня что-то растений совсем нет сейчас. Так, готово. Только я забыла, о чем я говорила. Блин. А, да, есть у меня такое небольшое истощение. Потому что недавно я закончила проект. Альбомчик. И сейчас вот в данный момент пока не хочу ничего делать такого грандиозного. Я пока не готова начинать какой-то новый проект. И мне хочется немножечко какие-то вот декоративные штучки поделать. И я придумала мастер-класс, который вот сейчас в процессе съемок этого мастер-класса. Но, как я уже сказала, у меня вот технические трудности вдруг образовались. Я начала снимать, и у меня ужасные помехи стали на видео идти. Блин, я опять не не в фокусе. Ой, если это видео будет сильно ужасным, я его не буду выкладывать. Потому что я смотрю на стол, а когда начинаю смотреть сюда, я на камеру, я замечаю, что часто мой стол не в фокусе. Когда я снимала через обычную камеру, такого не было. И вот этот мастер-класс я хотела снять, чтобы у меня совсем уж на канале не было пусто. Чтобы вышел этот мастер-класс, потом влог, и вот эти вот несколько видео «Твори со мной». Но в итоге, в итоге не могу пока снять мастер-класс. Конечно, мне жаль, потому что я очень была заряжена на него, я придумала, мне кажется, он такой классный. Вот. Вы знаете, я мастер-классы все снимаю по вдохновению. Когда есть вдохновение, то тогда прям здорово получается. Так. 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 Такие маленькие штампы очень помогают при создании таких композиций. Каких-нибудь цифр еще. Вы видите, я почти во всех своих видео пользуюсь одними и теми же штампами. Ну, как много, можно с ними сделать. Так. Так. У меня два таких штампа. Один вертикальный, один горизонтальный. И вот так, когда они кучей лежат, я в них путаюсь, где какой. Так. Дальше поставим. И еще вертикальный. Наконец-то у соседей у моих закончился ремонт. Ну, практически. Все равно они там что-то делают по чуть-чуть. Но я думаю, что такие вот видео твори со мной, мне это не будет мешать записывать. Почему я говорю, что будут выходить твори со мной, потому что мне для таких видео не нужно много какого-то времени. То есть мне нужно время, чтобы все разложить на столе, что-то вот снять и потом не так много времени на монтаж. Вот. И я не знаю, насколько затянется съемка моего курса. И я, конечно, не оставлю вас совсем без видео. Вот. Какие-то видео будут выходить, но это будет в формате вот такого твори со мной. Поэтому, кто не любит такой формат, придется полюбить на какое-то время. С влогами тоже сложно, потому что я не собираюсь ничего делать, никаких готовых работ. И, в принципе, во влоге-то и показывать нечего будет. Поэтому будем с вами встречаться вот за такими скраб-посиделками. В принципе, можно было бы уже остановиться, но мне чего-то не хватает. Вот такие вот какие-то пустые места. Лучше вообще не оставлять. Что-то туда все-таки какой-то отиск налепить. Кстати, можно не обязательно использовать только штампы. можно их комбинировать как-то с трафаретами, например. Какие-то заголовки, слова использовать. Но я в основном использую цифры, потому что это наиболее такая универсальная вещь. Такая ни к чему не обязывающая. Так, ну, думаю, достаточно. И если вы хотите дальше что-то делать, красить, допустим, то нужно какое-то время дать чернилам впитаться. Потому что на бумаге тищу я не скажу, что чернила прям очень быстро сохнут. И, как обычно, время, когда мы с вами вместе что-то делаем, летит очень быстро. Но я хочу еще сделать хотя бы парочку вот таких вот ярких листов тищи. Попробую сейчас как-то оптом, что ли, работать. Давайте так. А, да. Смотрите, у меня есть еще вот такие вот классные штампы. Мне их подарила скраб-подружка. Я опять не в фокусе. Вот. И мне нравятся вот эти круги. Я хочу сделать с ними. себе тищу. И листочки тоже, в принципе, такие прям интересные. Давайте их тоже. Вот. Сейчас мы быстро справимся. Потому что я уже не буду делать такие коллажные листы. А сделаю в другом стиле. А я сделаю такие вот фоновые. Я имею ввиду, мы в прошлый раз, когда делали вот эти вот листочки, мы штампами пользовались как коллаж. Да, мы их вот кусочки такие фрагменты делали. А сейчас я буду делать фон просто одним штампом повторять какой-то паттерн делать. И можно будет либо какое-то большое полотно обрывать, отрывать, либо по одному такому кружочку. Я окрашивала эти листы на гелевой пластине просто потому, что это очень быстро. Вот. Можно использовать кисточку или покрасить. Да, чем угодно можно покрасить. Даже акварелью. Просто контролировать количество воды. Сейчас, кстати, я покажу. Уже, наверное, высохли наши окрашенные спреи. Спреем лист. Самое главное, сильно не забивать его цветом. Потому что вот даже сейчас, видите, предыдущий слой видно. А когда мы наклеим эту бумагу тищу, его вообще очень хорошо будет видно. Когда она намокает, приклеивается, она еще больше становится прозрачной. Вот что получилось. Мне надо вытереть блок. Давайте, может быть, вот этот сделаем. Ой, какой красивый. Вообще, питаю я слабость в последнее время каким-то таким абстрактным дизайном. И сейчас начинаю чувствовать, что немного меняется у меня какой-то стиль. То есть раньше я всегда считала, что мой стиль это винтаж и фристайл. Сейчас у меня есть определенный взгляд на винтаж. Как бы я хотела его видеть в своем исполнении. И фристайл мой тоже становится более таким смелым, наверное, более экспрессивным. В связи с этим мне очень хочется заняться переработкой своих материалов, своей какой-то бумаги, которая давно лежит, декора. Вот я занялась потихоньку вырубкой. У меня очень много вырубки оставалось с того момента, когда я скрапила на заказ. И вот мне ее хочется тоже переработать. Давайте еще один сделаем очень-очень быстро. Просто сложно остановиться. Последний раз, когда для влога снимала кусочек, у меня, конечно же, соседи начали что-то неистово сверлить. А у меня так получилось, что я вообще не могла в другой раз снимать. Потому что там альбом, который я делала, блок улетел. Я его в подарок делала и мне надо было его отдавать. И я вообще даже так расстроилась, что я даже не посмотрела, что я там вообще наснимала. Не знаю, насколько там меня хорошо слышно и... Я в процессе самой съемки еще так расстроилась, что... Мне кажется, я там так плохо сделала презентацию этого альбома, хотя он этого вообще не заслуживал. Там очень интересный проект у меня был. Но не знаю, куда выйдет этот влог, потому что ничего не происходит сейчас у меня и... Я не знаю, что еще во влоге рассказать. Вот так. Сейчас деталей добавим. Такие бабочки у меня есть. А, и я еще вам обещала рассказать, как клею эту бумагу. Да. Значит, я ее отрываю небольшим кусочком и потом клею на обычный клей ПВА. Сначала я наливаю лужицу из ПВА, совсем небольшую... Ой, зачем я опять нанесла? Ладно. Ладно. Совсем небольшую лужицу из клея ПВА. И размазываю этот клей тонким слоем с помощью кисточки. А затем уже наклеиваю саму вот эту бумагу. И сверху той же самой кисточкой, потому что на ней остаются остатки клея, сверху той же самой кисточкой я еще раз прохожусь по этой бумаге. Если клея немного, если действовать аккуратно, то можно достаточно легко наклеить эту бумагу тоненьким ровным слоем. Но также такую бумагу можно использовать для создания фактур. Если ее слегка смять, то можно добиться какой-то интересной фактуры. Но это больше актуально, если у вас на ней нет штампинга. Потому что, естественно, если вы ее будете сминать как-то, то само изображение оно пострадает и будет уже нечетким. На самом деле у меня больше идет в работу не цветная такая бумага, а обычная белая, неокрашенная. Но сегодня у меня настроение было именно поработать с цветом. Что-то мне прям захотелось. Я думаю, что достаточно. И вот что получилось. А теперь вернемся к нашим заготовкам, которые мы красили. Так, во-первых, возьмем вот этот лист. Смотрите, какой он классный получился. Очень такой интересный. И я хочу добавить сюда еще, усложнить, как бы еще слой добавить. Вот такие вот круги. След от стакана, да, кажется. След от стакана. Вот так, добавить их. Но, наверное, я их буду... Не знаю. Да, я их буду делать только первым оттиском, таким ярким. И мне не важно, что здесь что-то нечитаемо становится. Потому что здесь меня интересуют больше просто буквы, как символ может быть. И они не несут какую-то смысловую нагрузку. Так, пока это недостаточно безумно выглядит. На вашем листе не должно оставаться ни одного какого-то скучного участка. У меня уже голос начинает садиться. Сколько мы с вами тут работаем. Но уже основную часть мы выполнили работу. Я вам показала, что хотела. Сейчас еще вернемся к нашим акриловым краскам. Вот что получилось. На мой взгляд, здорово. Вот такие небольшие фрагменты отрывать и использовать в работах. Этот лист можно использовать как самостоятельный лист. Но для меня это слишком скучно. Я хочу еще добавить ему интереса. И поэтому сделаю еще фоновый текст с помощью штампа. Так, где здесь вверх, где здесь вниз. И здесь я тоже не буду использовать второй оттиск. Потому что... Потому что я хочу, чтобы здесь все хорошо было видно. Здесь будет только текст и все. Я здесь не буду сильно много наслаивать. Потому что... Мне нужно оставить место для того, чтобы какие-то участки были прозрачными. Чтобы фон, на который я наклею эту бумагу, чтобы он проглядывал. Я не могу понять, в какой момент он теряет фокус. Сегодня вечером я хотела начинать снимать этот мастер-класс для канала. Но что-то эта программа меня расстраивает. Дело в том, что я уже один раз начала его снимать. И сейчас мне придется заново снимать. Если что-то пойдет не так, то в третий раз начинать заново. Мне кажется, у меня терпения не хватит. Терпения и вдохновения. Так, ну и вот что получается. Можно еще немножечко взять и сделать набрыск. Почему мне нравится использовать спреи? Потому что они такие полупрозрачные. И потом не будут мешать, не будут забивать полностью нижние слои. И вот делать такую бумагу тишью очень увлекательно, очень здорово. Вот чтобы разгрузить мозги между проектами. Когда вот хочется чем-то руки занять, но что-то крупное делать неохота. Мне вообще нравятся такие небольшие проекты. Вот по созданию какого-то декора, какие-то карточки, конвертики делать. Потому что когда наконец ты созреешь до какого-то крупного изделия, у тебя уже много готового материала, с которым можно работать. На мой взгляд просто шикарно получилось. Так, и что я хотела сделать с этими кругами. Я говорила, что будьте аккуратны, потому что если вы работаете на своем рабочем столе, чтобы не запачкать его. Чернила сквозь тишью бумагу они пропечатываются. Так, что я хотела сделать с этими кругами. Я хочу добавить немного фактуры. Для этого я добавлю внутри этих кругов штампинг. И сразу скажу, что штамповать без блока на тишью бумаги такое себе. Потому что она, как сказать, легко очень передавить штамп и может расплыться. Вот здесь вот прям на грани. Сейчас я вам, кстати, еще расскажу, как ровно оборвать бумагу птищей. Секретный миллион. Так. И можно даже в какие-то... Давайте для... Нет, вот. Возьмем. В какой-то кругляшок можно даже какого-то персонажа добавить. Но это уже больше, конечно, такая не очень фоновая история, но... Вот так. И как бумагу птищей можно ровненько обрезать, оборвать. Допустим, я сейчас хочу приклеить вот этот вот круг куда-то. Я возьму кисть. Сейчас. Желательно чистую. Так. Намочу кисть и мокрой кистью обведу тот участок, который мне нужно оборвать. Сейчас не могу наклониться. Так. И теперь по этой влажной бумаге тищу мне легко будет ее оборвать ровно так, как я до этого ее нарисовала. Прошлась кисточкой. Это бывает очень необходимо оборвать именно так, в том месте, где у вас какое-то изображение, допустим. Вот. Ну и раз уж я оборвала, давайте куда-нибудь наклею. Так. Я кисточку, конечно же, потеряла. Ну, ладно. Обойдемся без нее. Постараемся обойтись. Вот я наношу клей, размажу его. И нанесу сюда тищу. И аккуратно, очень бережно разглаживаю. Можно чуть-чуть сверху добавить клея. Я сейчас буду работать, действовать пальцем, но обычно я использую силиконовую кисть. Обычно я таким варварским способом не наклеиваю ее. Но сейчас не хочу искать кисточку. Вот она делась. Еще в чем плюс тищу бумаги и штампинга на тищу, что мы можем наклеивать его, такие листы, на какую-то рельефную поверхность. То есть, если у вас там текстурная паста или просто какие-то перепады слоев, и оттиск просто сделать не получится, то вот можно на такую бумагу наклеить, нанести оттиск и потом аккуратно наклеить. Чем больше влаги попадает на тищу, тем более прозрачная она становится при высыхании. Вот здесь вот посмотрите, например, здесь вообще границы почти не видно, потому что много клея нанесла. Здесь клея маловато и она вот такая вот осталась белая. Но это все в процессе работы будет понятно. Ну, надо стоит только начать, это уже потом интуитивно вы поймете. Там, где моя бумага окрашена белым, она, видите, не прозрачная. А там, где она не окрашена белым, она при высыхании станет прозрачная. Ну и то же самое мы можем повторить с черными кругами. У меня нет цветных чернил водостойких. Думаю, что если бы сделать на черные вот эти круги какие-нибудь яркие цветные чернила, может красные, там оранжевые, было бы вообще супер. Но будем использовать то, что есть. для каких-то мужских гранжевых работ будет отлично. Какой-нибудь текст сюда можно или что-нибудь покрупнее. Вот эти. Ой, классно смотрится, мне нравится. Я думаю, что такие круги можно на очень активные фоны, как подложку, как фокусную точку. Для того, чтобы выделить какой-то элемент, сначала наклеить такой круг на фон, и потом вот какой-то центральный элемент поместить на этот круг. Этот белый текст мне так нравится, что я, пожалуй, здесь не буду ничего делать. Оставлю его таким. Попробую, поэкспериментирую, как мне понравится или не понравится работать с таким текстом. Поэтому его я дорабатывать не буду. Этот лист какой-то невразумительный, но тем интереснее будет с ним поработать. Так, выбрала я для него вот такие вот штампы. Мне кажется, что они будут сочетаться с самим фоном. И поехали. Даже не представляю, сколько в итоге это видео будет по времени. Потому что, не знаю, либо я какие-то очень амбициозные себе задачи ставлю на каждое видео. Хочу много всего показать. Может быть, надо как-то их растягивать. Но именно в «отвори со мной» я делаю такие текущие насущные вещи, которые мне просто необходимо сейчас делать. Все-таки это не является таким мастер-классом в моем понимании. Я надеюсь, что вы тоже скрапите вместе со мной, чем-то заняты своим. Пишите, кто какой проект сейчас делает, чем занимаетесь. Может быть, кто-то уборкой или посуду мою. Или скрапите. Ну, как хорошо эти веточки, мне кажется, сюда подошли прям замечательно. Можно использовать цветные чернила, но у меня не такой большой ассортимент водостойких цветных чернил. И все-таки я же не знаю, в какую работу у меня эти листы пойдут. А черный – это все-таки всегда максимально универсальный цвет. Я, когда заштамповываю так, вот смотрите, я меняю ориентацию каждого листика, чтобы у меня получился такой паттерн фоновый. И мне кажется, получилось неплохо. В принципе, здесь можно еще добавить какие-то вот, не знаю, цветочки, может быть, да? Так, нет. Сначала я кинулась за цветочками, но в итоге решила, что нет, наверное, не нужно. Так будет более универсально. Единственное, что я, наверное, сделаю какой-то набрызг, может быть. О, давайте я покрашу. У меня, конечно, чернила еще не совсем, точнее совсем еще не просохли, но… Так, и давайте желтенький. Что-то у меня с распылителем на желтых чернилах, ой, на желтом спрее. Они у меня с каплями прям сгустками, распылитель сломался, его надо промыть под водой. Ну ладно, пусть будет так. Вот, теперь это должно просохнуть. И еще один вариант, почему удобно делать именно вот на неокрашенной тищу, потому что в любой момент, имея такие заготовки, вы можете под свой проект взять и подкрасить эту бумагу. С теми же спреями или там акриловой краской, да даже акварелью. Так, нет, ну желтый прям не хочет, не хочет совсем на меня работать сегодня. Ну, я ему немножко помогу. Умного белого. Остановиться очень-очень сложно. Все, сейчас последний штырик для этого листа. Кисточка. Кисточка безнадежно потеряна где-то в недрах стола. И я думаю, что с этим листом мы закончили. Так, просто чтобы краска на кисточке не пропадала зря, я еще добавлю на этот лист. Дополнительно такие. Усложню еще сильнее. И эти места при приклеивании, они будут непрозрачные. Они будут иметь цвет. И на контрасте это может смотреться очень интересно. Мне, пожалуй, нравится, когда эти пометки выходят за пределы кругов. Они как-то более неряшливо выглядят и более интересно. Наш глаз не любит простые формы, не любит симметрию. Вам не видно, да? Я уже вышла из кадра, но сейчас уже минуточку. Слушайте, это видео будет, наверное, целую вечность длиться. Интересно, кто-нибудь досмотрит до этого момента? Самые стойкие. Так, все, друзья, сейчас высохнут все листы мои. И я покажу вам готовый результат. Итак, бумага просохла. Покажу результат. Некоторые из них я немножко еще доработала. Вот так получилось. Очень быстро, просто. Классная бумага, своими руками. Здесь я добавила еще цвета. Мне захотелось сделать пометки по аналогии с этим листом. Мне очень нравится, меня вдохновляют эти круги. Здесь выглядит так. Эти маленькие листочки я тоже доработала и добавила на них конфетти разноцветные. Такой лист. Он остался без изменений. И вы можете сделать таким образом много бумаги для своих проектов. О, немножко порвалась, но это не страшно. Такая бумага расходуется очень экономно. И потратив один раз пару часов, вам хватит такой бумаги надолго. Здесь у меня лист до сих пор лежит, сушится. Я покрасила его по второму разу. И еще забыла сказать, что не советую сушить бумагу тищу с помощью фена для эмбосинга. Потому что она сильно деформируется. И если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Потому что это помогает моему каналу развиться, а мне помогает морально. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые вдохновляющие видео. И до встречи. Пока-пока.